Здравствуйте, уважаемые телезрители! Что и делаем, то говорим о коронавирусе. Коронавирус коснулся многих людей, причем совершенно, можно сказать, по-разному. Кто-то заболел, кто-то очень сильно испугался. А у кого-то коронавирус просто вмешался в их нормальный распорядок жизни. Многие наши украинцы и одесситы застряли за рубежом. И с огромным трудом кто-то добирался, а кто-то там до сих пор за границей находится и никак не может попасть домой. Вот один из таких рассказов, одна из таких судеб, которые коснулся коронавируса, и у нас на видеоконференции Анастасия Москальчук, вот попала она, так сказать, с этим коронавирусом в очень тяжелую ситуацию. Давайте мы Настю послушаем. Настенька, здравствуйте. Спасибо, что согласились выйти с нами в эфир. Итак, с чего все начиналось? С чего начиналось? Начиналась моя веселая история с того, что я решила полететь отпраздновать свой день рождения на Кипр в период с 8 марта по 13. Тогда у нас еще большой вспышки не было. Тогда вообще в нашей стране не говорили об этой пандемии, как о чем-то, что рядом с нами. Мы это слышали отовсюду, но как-то нашей стране это все не касалось. Я улетела в Кипр. Предыстория вообще всего этого, что в нашем аэропорту в Борисполе никто не проверял ни температуру, не интересовался самочувствием всех, кто присаживался в самолет. Когда я прилетела на Кипр, у меня поднялась температура. По счастливой случайности мне стало плохо. Я простудилась. Ну, естественно, на фоне всего этого ажиотажа и паники я тоже немножко испугалась и подумала, что может быть, я заболела конкретно этим вирусом. Ну, и вы обращались к врачам, да, обратились сразу же? Да, да, я попросила работника предоставить мне градусник. Они это с удовольствием делали тоже. Они все были безумно напуганы. У меня обнаружилась температура. И меня закрыли на три дня в номере права выхода вообще из номера. Ко мне тут же привезли специалистов из лаборатории, которые взяли у меня тест на наличие этого вируса. И на протяжении трех дней я ждала результата. В эти три дня меня не выпускали абсолютно никуда. Мне не разрешали контактировать ни с кем из моих друзей, с которыми я приехала, собственно говоря, на этот отдых. Знаешь, я вот хотел уточнить, а вот какая обстановка была на Кипре к тому времени? То есть там были уже заболевшие? К тому времени зараженных вообще не было, нет. Нет, к тому времени на Кипре не было заболевших. В тот день, когда у меня поднялась температура, обнаружили первого заболевшего, прилетевшего из Англии. И, соответственно, я второй случай. Ну, хорошо, взяли, так сказать, вас протестировали. Да, и что тест показал? Да, меня протестировали. Мы ждали очень долго результатов тестов. Тест показал, естественно, негативный результат, слава богу. Мне делали рентген легких. Мне приводили еще потом на протяжении двух последующих дней врачей. Это рентген? Настя, а рентген делали прямо в отеле, да? Нет, меня вывозили, да, через специальный вход. В общем, мне вообще абсолютно не давали контактировать с людьми. Меня вывозили с другой двери, с другого лифта. В общем-то, вообще мне не давали возможности никак контактировать. И самое интересное, что меня очень просили молчать. Ну, то есть, меня очень просили, чтобы это все было тихо, чтобы мои друзья не распространяли то, что я себя плохо чувствую. Потому что в гостинице было очень много русскоязычных людей. Они не хотели, то есть, сеять панику раньше времени. Они понимали, наверное, что если у меня что-то подтвердится, то им придется закрыть весь отель. А это для них было очень невыгодно. В общем, они хотели все сделать максимально тихо и просили меня обоих. Но вы обратили внимание, они каким-то образом отреагировали в плане, там, участились уборки, там, начали обрабатывать помещения какими-то специальными средствами? Ну, я не могла обратить на это внимание, потому что я была изолирована полностью, меня никуда не выпускали. Но в целом ситуация у них, то есть, ну, никак, они никак не отреагировали, судя по рассказам моих друзей. То есть, никак, дело в том, что это, об этом случае знало считанное количество людей. То есть, всю гостинь об этом не оповестили, даже весь персонал, как бы, не оповестили. Ну, а в плане быта, как было нормально? Все-таки одна в номере, а еда, предположим, там, какие-то... Да, еду они мне ставили под дверь и уходили. То есть, они со мной тоже не контактировали. Еду я звонила, просила, заказывала то, чего бы мне хотелось, и они мне приносили это под номер и уходили. А вот... Что касается... Когда, Настя, когда ты сделали... Что касается оплаты... А, да, ну, по поводу оплаты, давай послушаем. Все, мой счет. Я понял. То есть, ничего не предоставлялось, и в Европе это достаточно дорогое удовольствие. А вот то, что делали тест, это тоже за деньги было? И вообще, как этот тест-то проводился? Тест этот проводился... Нет, тест-то делался не за деньги. Этот тест бесплатный. Проводился он следующим образом. Брали образец слюны и мазок из носовой полости. А какой тест был китайский? Подобно в контейнер. Я не знаю, какой был тест. Но этот тест, я так понимаю, что... Я знаю, что есть вида тестов. Один экспресс, это тот, который брали у меня. Другой есть тест, который более развернутый, который определяет на более ранних стадиях заболевания. Там берется кровь. Тот, который брали у меня, это экспресс-тест, и он определяет заболевание только тогда, когда уже есть симптоматика. То есть, ну, когда уже какое-то проявление произошло, либо температура, либо кашель. То есть, когда у человека что-то уже, процесс какой-то начался. А есть еще один тест, который определяет... Вот берется кровь, и он определяет без симптоматики. На ранних очень... А медики что-то советовали вам, вот каким-то образом, ну, принимать, может быть, какие-то лекарства, там, обрабатывать свои помещения? Нет, вы знаете, во-первых, те люди, которые приходили у меня брать тесты, я вообще... Сложно их назвать медиками, потому что, мне кажется, это больше какие-то, я не знаю, статисты. То есть, они не слушали меня, то есть, врач ко мне пришел отдельно. А эти люди, которые брали у меня тесты, это отдельные люди, которые мне ничего не советовали. Единственное, что я заполнила анкету, в которой они задавали кучу вопросов. Была ли я в Китае, где я была последние 28 или 29 дней, через какой аэропорт я добиралась, в какой стране я находилась до этого, какая статистика заболевания в той стране, где я была, какие у меня хронические заболевания. То есть, я заполнила анкету, ну, они заполнили эту анкету, задав мне вопросы, и советов никаких не поступило. Они меня спросили, какие у меня жалобы, что меня беспокоит. Дальше мне прислали доктора, который уже, как раз, со мной разговаривал по поводу моего самочувствия. А, кстати, на каком языке вы общались? Доктора мне прислали русскоязычного, да, грека, который знает русский. А этих людей, которые у меня брали тесты, мы с ними разговаривали на английском языке. Ну, вы ехали не одна, вы ехали с компанией, да, то есть вы должны были отмечать день рождения? Да, я ехала с компанией. И получилось так, что компания была отдельно, вы были отдельно, да. Я ехала с компанией, компания была отдельно, я была отдельно. Самое удивительное, что когда ждали эти тесты, я очень переживала, что в этот период мою компанию попросят, так как они все-таки поначалу контактировали со мной, но мне же не с аэропорта стало плохо, я очень переживала, что и мою компанию тоже попросят остаться в номерах, то есть что нас всех изолируют. Но, на удивление, еще раз повторюсь, наверное, это была политика такая, отель, чтобы не поднимать шумиху, они не предприняли ничего. Но у вас же друзей, Настя, у вас же друзей не брали никакие пробы, там, анализы, не обследовали? Нет, ничего не брали, их не просили самоизолироваться, ничего такого не было. Что меня тоже, естественно, немножко удивило, но я опять же говорю, скорее всего, это было решение отеля, дабы не поднимать паники. Я так думаю, что они ждали результата тестов, и если бы, не дай бог, он был положительным, то тогда, я думаю, что бы, ну, мне кажется, что закрыли бы весь отель, всех уже людей, абсолютно в нем, и как бы, был бы там общий карантин. Ясно. Но моих друзей они не тронули. Не тронули. Сколько времени вы провели вот в уединении в номере? Четыре дня. Четыре дня, да? Да. Ну, обычно, вообще, обычно карантин делают две недели, по-моему, да? Ну, они, вы понимаете, это был не карантин, то есть они не могли меня отправить на карантин, они отреагировали на мое плохое самочувствие, они сделали тест, тест показал отрицательный результат. Они не имели права меня отправлять на карантин, потому что, а, я приехала со страны, в которой, нет, не было на тот момент у нас еще зафиксированных случаев, и, б, ну, как бы, причин нет. То есть тест показал отрицательный, значит, карантина никакого быть не может. Четыре дня я находилась в изоляции, одной простой причине, потому что эти четыре дня они делали тест, ждали результата тестов, поэтому в это время они мне не выпускали с номера. И то, как бы, мне кажется, что если бы я сильно захотела, то есть никто не стоял там на дверях, не караулил. То есть они прозванивали периодически раз, где-то в полтора часа мне в номер, как вообще, ну, проверяли, нахожусь я там или нет. Но если бы я сильно захотела, то я бы смогла выйти. Ну, то есть там не было такого, что кто-то меня прям дежурил там. Ясно. Настенька, расскажите, пожалуйста, вот по срокам пребывания, то есть вы пробыли вот все время, которое вы планировали, или вы там задержались немного? Я задержалась там, я задержалась, и у меня были очень большие проблемы по поводу возвращения, когда я пропустила свой рейс. И это были дни, когда у нас уже объявили о том, что границы закрываются, и что есть несколько дней для граждан Украины, несколько дней, чтобы вернуться. Да, до 16 или до 17 числа, по-моему, дали срок, до 16 марта или до 17. А это уже было 15, 15 числа я вернулась. Ну, а ваши приятели, они уехали вовремя, да, по своим билетам? Мои приятели вообще были не с Украины. Мы как бы собирались, у нас такое было, да, они не в Украину возвращались, поэтому у них там совсем другая была процедура. Я, получается, потеряла свой билет, я покупала новый билет. А сдать билет заранее нельзя было сдать билет? Вы же знали, что вы задерживаетесь. Сдать билет нельзя было, потому что это был невозвратный билет. Я написала на сайт авиакомпании, они сказали, что, возможно, они разберутся, ну, как бы дайте нам 31 рабочий день. Ну, я думала, что это все уже не актуально. Вот, я купила новый билет. Билеты в эти дни, вот в последние дни, когда можно было залетать на территорию Украины, билеты возросли в цене, ну, просто в 4-5 раз. Ого-го. То есть, там, грубо говоря, тот билет, который можно было взять за 200 евро, его убрали за полторы тысячи евро. Да, с ума сойти. Но вы не напрямую летели, да, наверное, через Стамбул как-то? На прямой... Повторите, пожалуйста, потому что немного звук выпал. То есть, вы из Киев пролетели куда? В Киев летела я. В Киев, да? Да, да. По прилету в Киев, по прилету в Киев, к нам в самолет зашел пограничник с таким радарным градусником, я не знаю, как он правильно называется, дистанционный такой градусник. Мы проходили мимо него, он измерял температуру, собственно, вот так вот заключалась проверка граждан, которые вернулись с Европы. Никто не задал никакие вопросы, мы не заполняли никакие анкеты там с нашими адресами, данными и всем остальным, в случае чего нас можно было бы найти. То есть, ничего, никакой такой процедуры мы не проходили. Просто для галочки нам измерили, если это можно так назвать, температуру, и распустили всех. Ну вот, у меня приятели, знакомые, они тоже на днях они вернулись из Соединенных Штатов, хотя они, в принципе, вернулись здоровыми, без температур. Но это было где-то дня 3-4 тому назад, то есть уже после того, как вы приехали. Но они подписали какие-то две бумаги, там обязательства, пробыть две недели в карантине, ни с кем не общаться и так далее, вне зависимости от того, больные или не больные. Ну, в Штатах там сейчас очень большой подъем, поэтому вот с них взяли вот такие документальные обязательства. А вас, значит, никто так толком не проверил? Никто не проверил, единственное, что на следующий день мне пришла смс-ка на телефон, официальная смс-ка о том, что мы знаем, что вы находились за кордоном, будь ласка, самоизолюйтесь на 14 дней. Ну, как бы. Ну да, все-таки все-таки отслабили. Ну да, видимо, какие-то списки, то есть по списку они отправили эти смс-ки, просто рассчитывая на совесть каждого. Я 14 дней пробыла в самоизоляции, я не контактировала ни с кем, я не выходила на улицу, хотя как бы я более-менее была уверена в своем состоянии, не в том, что я только провела, да, только-только мне сделали тест, но тем не менее я находилась дома и как бы сейчас тоже продолжаю находиться дома. Я вообще считаю, что это очень серьезная ситуация, очень серьезная тема, и если в нашей стране это все разрастется, то мы не справимся. Ну вот после Китая... Просто не хватит сил, средств, просто не хватит сил, медиков, средств и всего остального. Да, наша медицина, мягко говоря, не очень готова к этому, хотя рапортуют каждый день, что создаются. Ни одна медицина не готова, ни одна страна не будет готова к такому количеству заболевших людей. Это я не знаю, как нужно подготовиться, это должно быть, я не знаю, полстраны медиков, чтобы принять вот такой вот просто в одну секунду на себя. Мне кажется, ни одна страна не может быть готова к такому. Ну, в Италии вот недавно сообщали уже, по-моему, 60 медицинских работников умерло от коронавируса. Но вот, кстати, вот после Китая всплеск был в Италии, потому что итальянцы отнеслись к этому так, немножко шапка закидательства. И боюсь, что у нас такое может тоже быть, потому что взять хотя бы вот эти последние выходные, была хорошая теплая погода, солнышко. Вот какое огромное количество людей вышли на море, какие там расстояния полтора метра друг от друга? Ходили большими компаниями, жарили шашлыки, там гуляли, катались по трассе здоровья. Конечно, это достаточно опасно. Я считаю, что это нужно очень строго наказывать, вплоть до каких-то больших штрафов, вплоть до каких-то уголовной ответственности. Потому что, правильно вот говорят везде, карантин это не каникулы. И наши люди не понимают всю серьезность ситуации. И здесь дело не в стариках, здесь дело даже не в стариках. Здесь дело в каждом из нас. Мы не сможем преодолеть эту болезнь, если она распространится в нашей стране. Это невозможно будет. И самое главное, что этот коронавирус мутирует, вот об этом медики сообщают. В Италии действительно умирали в основном люди пожилого возраста, а в Америке уже, так сказать, коронавирус помолодел. Там заражались люди от 20 до 40 лет. Большая часть людей, то есть не пожилые люди. Или может быть, они пожилых так хорошо тщательно, так сказать, охраняли, чтобы они не заразились? Может быть, да. Говорят, что такие предположения тоже есть. Настя, как вы справляетесь во время карантина? Как вы справляетесь с какими-то бытовыми проблемами? То есть надо же какие-то продукты покупать, да? Все равно волей-неволей нужно выходить на улицу. Ну, справляемся так. Я выхожу по какой-то очень острой необходимости. В ночные супермаркеты ночью, когда нет людей, скупаюсь и возьму. Днем я стараюсь не выходить вообще абсолютно на улицу и не контактировать с людьми. Ну, ясное дело, наверное, в маске ходите, да? Руки обрабатываете? Маска, перчатки, да, да. Маска, перчатки, обрабатываю руки. Все нормы соблюдаю. Потому что, если честно, я не паникер вообще сама по себе, по натуре своей. Но... Ну, девушка дисциплинирована. Да, страшно то, что никто не может конкретно ответить вообще, что это такое и с чем его едят. Вот это страшно. Когда ты хотя бы знаешь, что это, и конкретно, что есть таблеточка, которая это вылечит, это одно. Когда ты не понимаешь, чем конкретно для тебя это может обернуться и закончиться, вот эта неизвестность, она как-то немножко пугает. И мне кажется, что лучше всем месяцом посидеть дома, чем потом полгода сражаться с ветряными мельницами. Я думаю, так будет логичнее. И то, что устраивают у нас на трассе здоровья шашлыки жарят, и на велосипедах катаются люди, и там ножки в водичке мочат. Я считаю, что это показатель вообще отсутствия разума человека. Потому что сейчас только ленивый не знает, что творится в мире. Сейчас со всех вообще, отовсюду, откуда идет звук, отовсюду только об этом и говорят. Эти жуткие статистики ежедневные, ежедневные. Наш президент каждый божий день вечером выступает, просто умоляя всех оставаться дома. И тем не менее, мамы берут коляски, выходят на трассу здоровья, потому что погода хорошая. Ну, это как-то очень странно для меня. Ладно. Ну что ж, Настяка, я благодарю вас за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Вот, слава богу, что у вас все, так сказать, сложилось положительно в конечном итоге. Вы вернулись домой, вот, и вы, Малаченко, что вы соблюдаете карантин. Вот, будем, я думаю... И всем советую это делать. Да, я думаю, что прислушаются к вашим словам, и люди будут брать с вас пример. Анастасия Маскальчук была у нас в эфире. Да, 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 Анастасия, пожалуйста. Да, слышу. Чем дисциплинированнее мы будем сейчас, тем быстрее это все закончится. Я в этом уверена. Вот на вот этой утверждающей ноте мы и заканчиваем нашу передачу. Спасибо, Анастасия Маскальчук. Спасибо вам. Желаю вам здоровья. Самое актуальное. И вам не хворать. Спасибо. Да, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова